Приветствую. В общем, смотрел я, страшно стал уже медицинские показания, но я стараюсь делать МСТ, Вчера искал долго заданий, решил подпредоточиться больше не на имплементации чего-то, а на технологии, посмотрел интересную штуку, тест-стоп MIT, где ребята предлагают рассказать увидеть невидимое. И такой момент интересный. Есть незначительные изменения, которые происходят вокруг нас, которые наш пласт не может фиксировать. Например, краскосрочное изменение цвета, микроколебание. Также это относится, в принципе, ко всем данным, которые у нас могут собирать человеческие сенсоры, то есть Facebook и данные волновой природы. Как можно решить эту проблему, то есть, в принципе, разница, собирая данные, собирая данные потоковые, например, как видео или звук во времени, между соседними данными можно сделать разницу и увидеть все-таки, какие изменения и локализировать их стороной. После локализации можно сделать ряд упражнений, математических, такие как керамидового класса, разложить эти данные, например, на разные частоты и каждую отдельную частоту, например, на величество амплицов. Таким образом, например, на видео или на звуке можно увидеть эти же калипания, но с большей амплитудой или с лишним звук, например, потому что амплитуд определяет проблему. В качестве имплементации, то есть это все по технологии, по имплементации. Например, если посмотреть сюда, на человеческую руку, да, амплицируют вены, мы этого не замечаем, но технически можно сделать замер пульса просто по видео, увеличив амплитуду и посчитав количество колебаний. По изменению цвета лица тоже возможно померить пульс. Если от прикладных задач, таких, например, как на таможне или на дистанции машины, нужно посмотреть увеличение частоты пульса. Или можно проверить, например, на экзамене сосредоточенность человека. Если его зрачки слишком укреплятся, то он не сосредоточен. Применений много. Применений много, а вот этих моментов, которые еще не увиденные, можно увидеть. В принципе, решился приобретаться на технологии, эффективно у нас здесь, на пульс. Он старается давать. На самом деле, в Болгарии даже есть реализовано. Но у него есть, наверное, как мы его чистить. Для образований можно применить. Хочу сравнить хотя бы два. И поработать только со светом и со статической картинкой. Сейчас и еще один момент, который хочу улучшить. На сегодняшний день это полный существует для заснятого уже видео, но нет реал тайма. То есть технология требует улучшения в плане скорости и перехода на реал тайм. То есть все это все пробовать делать. А задача на Хоккайкон поставил себе попробовать увеличить аппетитации. Это круто. Спасибо. Рекомендации. Рекомендации. Вы понимаете, что в основном есть личный эксперимент, когда они показывают пульс по видео? Да, если я, на самом деле, один, я уже помню, держу головатку, который я использую. Хочу пробовать его еще один месяц, что будет. Я выбираю хоть и попробовать сразу, если не получится. Минимально, да, повторяю. Тема появилась буквально сегодня, поэтому еще не слабую, но уже нет. Ну, окей, просто из этого можно делать на базе технологии, которые помогли кому-то, как с... То есть там есть камера, или там есть, там, с камерой, можно сказать. Ну, любая технология комплиментарная, то любую информацию, где есть, вот, необходимость, то есть реально стоять человек. Ну, чтобы человек не писал, и здесь камера можно рассмотреть, с каким пульсом, когда человек пишет, и есть какое число, то дыхание здесь не пишет. Это две вещи, которые можно иметь в интернете. Ну, если вы сейчас увидели детекты его швы, то это... Ну, то есть он реально не показывает, человек бьет или нет. Вообще какой-то информации. Он говорит, что... Да, человек нервничает, да, у него пульс просто сил. Но это никак не влияет на то, что выучили. Ну, то есть у меня нервничает, я не знаю, что у меня нервничает, потому что мне надо клип выплачивать, или потому что игроков в интернете не задал. То есть результаты одинаковые, и даже, например, когда... Ну, простые, да, это уже как нормальный. Брали, вешали на меня иголку на 1-дэк. И каждый раз изначально тренировались, играли на иголку на иголку, чтобы тело пропало. И потом каждый раз, когда они дальше вышли, играли на иголку, они классовали на 1-дэк и иголку. Соответственно, создавался одинаковый импульс, каждый раз. Ну, и спустя, где он там обманывания, когда он там обманывается, ну, и спустя, где он стал. В основном, для тех, кого выжили, он немножечко завершенствуется, помимо того, и завершенствуется, добавлением дополнительной информации. Каждый раз, человек, например, может функционировать, нехочевать, исследование, то есть до 4-х одновременно. Если с него забирать 5-6 дней, показатели, то уже это функционировать сложно. То, при рону, я знаю, причина, выяснительна. Изначальности, это можно определить. По какой причине, если вы так, невозможно. Но, тем не менее, это до сих пор используем в банках. Смотрите, такой нюанс в том, что, если человек, что падает на нарушение тимики, то он может вообще не надо принимать. А зачастую, например, если им надо идти. Я соглашусь. Как бы, это одно, но на самом деле, на самом деле, в том числе, сейчас на технологии, они на прикладную задачу, потому что, приложить ее даже можно в более верных целях, чем для тех, кто нужно. Например, послушать какие-то, прослушать какие-то микрошонки, которые происходят в друг нас, которые я не слышал, но мы вечера им придут, и, в общем, по-моему, можно их слушать. С вами интересно, часто изменялись. Как новые. Да. Вчера, как там продавцовала новая технология, да, и проходят выгодные. Ну, это мой совет. Я видел вам под решение задачи, и прошу вас за внимание, что очень хорошая качество камеры. Очень хорошая камера. Для того, чтобы качественно с конкретной головы и зрения. Да. на самом деле, сложно говорить по камере, которая нужна, потому что главное, чтобы частота колебаний, ну, если колебания происходят в частности 1 тысячу раз в секунду, то не сложно, конечно, зацепить 24-х камера, да? То есть, для каждой из задачи прикладную будет своя возможность высокой количественной камеры захваты, а где-то будет достаточно даже 24-х, например, ну, я вам попросил спросить, что там здесь было в нашем интернете. Я думаю, что здесь нельзя открывать, потому что где-то видео, ну, в минуту, да, это снимается. Насчет курица, точно, вводя на экране, впадают в порталки яфона, впадают в порталки ноутбука, это точно. Я надеюсь, у меня получится проверить. И позднее взяли, так нельзя. Большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ